Как правильно натереть чеснок на терке? Вы, наверное, берете и начинаете тереть. Такой способ не годится, потому что половина чеснока останется на терке. Ловите лайфхак. Берем пакет или пищевую пленку, одеваем на терку. Теперь свободно можно тереть. Наша терка чистая. Теперь берем нож и собираем наш чеснок. Вот и все. Так намного удобнее. Пользуйтесь на здоровье. Всем удачи. Пока. Привет, дорогие друзья. Сегодня хочу с вами поделиться очень классным моющим средством, которое отмывает все. Плитку на кухне, раковину, смеситель, столешню. В общем, все, что угодно. Сделать его очень-очень просто. Для этого, как всегда, нам понадобится пищевая сода и любое средство для мытья посуды. У меня ферри, но это не столь важно. Любое моющее средство. Одна столовая ложка соды. Немного. Ну, буквально, я думаю, средство я всегда беру на глаз. Теперь это все перемешиваем. Делаем такую кашицу. Ложка воды. Перемешиваем это все. Получается вот такая однородная масса. Теперь все, что нужно, нанести ее везде, где вы хотите отмыть. Выдержать 20 минут и потом просто смыть. Друзья, сегодня я поделюсь с вами лайфхаком, как бороться с пылью в домашних условиях. Чтобы она не появлялась неделями, а то и месяцами. Да-да, вы не ослышались. Добавив всего один ингредиент, вы получите блестящий результат. Этот способ используют в гостиницах, музеях, для пола, для мебели, для кожаных диванов. Это средство называется глицерин. Он продается в аптеке в свободном доступе и стоит копейки. В стакан воды добавляю одну столовую ложку глицерина. Все, этого будет более чем достаточно. Глицерин очень хорошо растворяется в воде и не требует никаких дополнительных усилий. Заливаем его в распылитель. Сначала, как обычно, вы вытираете влажной тряпкой пыль. Потом, через несколько минут, наносим наше средство и вытираем тряпкой с микрофиброй. Друзья, подписывайтесь на мой полезный канал на YouTube для всей семьи. Каждый найдет для себя что-то интересное. Благодарю.